Тяжелейший матч. Тяжелейший. Но других, в принципе, и не бывает, наверное, в этой лиге. Нам первое очко досталось потом и кровью, скажем так. Очень тяжело. И в то же время мы понимаем, что хорошо, что, скажем так, немного ситуацию, надеемся, что будем менять. Мы, конечно же, отчетливо понимаем, что есть много проблем у нас. И в этом матче, в концовке, где-то удача не выгнулась. То есть, понятно, что не все хорошо, поэтому много еще. Работать, работать и работать. Пожалуйста, вопрос. А с точки зрения психологии тяжело с ребятами общаться, когда команда на последнем месте, когда на упал? То есть, как вы снимали эту психологию? Ну, на самом деле, конечно, это тяжело всегда, когда команда в таком турнирном положении. В какой-то степени нас обнадеживает то, что в тех матчах, в которых мы уступали до этого, были фрагменты, или целый тайм, или полтора тайма. Когда мы, в принципе, играли хорошо и создавали моменты, которые не могли реализовать в силу различных причин. И, наверное, вот эта вещь в какой-то степени придает оптимизм. То, что все-таки мы не явный, скажем так, по игре аутсайдер. И, конечно, надеемся ситуацию изменить. И, возможно, благодаря тому, о чем я сказал, в принципе, моральная обстановка у нас, на удивление, в тренировочном процессе, она позитивна. Ну, может быть, там, после игры первый день-два еще ощущается, да, а потом ребята с большим желанием работают, потому что хотят прогрессировать, хотят чем-то научиться. И, в принципе, на удивление мы тоже разговаривали, что фон, несмотря на наше турнирное положение, фон в команде достаточно хороший, позитивный, именно эмоциональный фон, психологический. Поэтому, надежда на то, что будем двигаться немного вперед. Пожалуйста, еще вопросы. Александр Ильич, показалось сегодня, что ребятам было приятно играть в такой футбольной атмосфере. Пришли болельщики. То есть, может быть, имеет смысл уже играть в Санкт-Петербурге, в каком-нибудь городе Ленинградской области, где команда будет также поддерживать. А результаты, может, приводят, потому что явно было по лицам игроков видно, что они получают удовольствие, атмосферу. Ну, у нас, надо сказать, что у нас часть ребят вообще из молодежки в этом году, да, прямо группа целая, там, 8-9 человек. И для них вот такие футбольные атмосферы, да, которые мы наблюдаем, там, в Воронеже, в Томске, да, ну, это, конечно, для них приятная неожиданность, да. Они только впервые начинают ощущать эту футбольную жизнь, потому что в Молодежном Пересе, конечно, все там по-другому. Вот, и поэтому приятно в таких городах, вот у вас, болельщики, настоящая футбольная обстановка. Это будет способствовать, наверное, их прогрессу тоже. Вот, и у нас в Санкт-Петербурге, в принципе, тоже собираются, ну, не столько, конечно, людей, но собираются, тоже болеют, несмотря на то, что мы пока неудачно выступаем. Тем не менее, на матчах тоже присутствуют зрители, болельщики, фанатское движение всегда нас поддерживает. Поэтому, поэтому это для ребят, для футболистов всегда плюс большой. Спасибо. Еще мой вопрос. Сегодня в стартовом составе вышел один игрок по номерам 3, остальные вышли под номерами 30 и больше. Какой-то в этом смысл есть? Смысл простой. Номера у нас же получается основная команда, то есть разбирает основная команда. Потом «Зенит-2», то, что остается по номерам, потом «Молодежка». Вот такой порядок. Ну, наверное, вы говорите про Терентьева Дениса. Он как раз парень из основы, который после операции, вот, ему необходима практика для восстановления, он 3 месяца не играл, поэтому у него, видимо, номер из основы, скажем. Аня, спасибо. Однозначно обидно терять очки в таких играх. А вот. Но с другой стороны, в общем-то, в этой игре, наверное, как ни в одной другой, мы, в общем-то, очень много теряли мяч в таких, в общем-то, простых ситуациях. Как в начале атаки, так и, в общем-то, в завершении под штрафной площадью соперника. Ну, даже при всем при этом, у нас было достаточно и моментов, и подходов хороших, где, в общем-то, могли, как бы, исход матча решить в свою пользу. Ну, наверное, вот так, вкратце. Пожалуйста, вопрос. Зачечек, показался, все-таки был недодастой, потому что одна из лучших линий обороны, столько ошибок делал, всегда было лучше, а сегодня, думаю, вот. Видите, вы даже, я говорю, что же, замечаете, это все прекрасно. Вот, ну, не думаю, что, в общем-то, прям, в общем-то, мы, будем так говорить, в то время до этой игры, мы, в общем-то, особо уделяли внимание на эту тему и говорили, что, в общем-то, после, ну, довольно-таки успешных наших последних двух проведенных играх, вот, в общем-то, соперник, который находится там внизу турнирной таблицы, поэтому, ну, очень много уделяли этому момента внимания и, в общем-то, ну, насколько это возможно, пытались донести до наших футболистов. Обратная замена Орлова с чем была света? Ну, здесь, конечно, наверное, в какой-то степени надо говорить о том, что, наверное, Серега, как бы, не столь удачно вошел в эту игру, и, я думаю, что вот эти вот моменты, где с его участием, в общем-то, ну, были не столь эффективны, как хотелось бы. Еще вопрос. Сергей Васильевич, чем связано, что, как-то, не выразительно смотреть в стартовых отрезках обоих таймах, и первые 10 минут первого тайм, как-то, хаотично все было у нас, и сразу Зенит, так, на настрой, сработал головой, и забил тоже как-то. Ну, я не могу сказать, что по первому тайму, в общем-то, это сказал, вот, по второму тайму единственный, как бы, ну, не то, что там, недонастрой, тот же гол, который мы пропустили, это из-за того, что, ну, мяч-то забили, как бы, со стандартного положения, другой вопрос, как бы, при своем розыгрыше мяча, мы тут же его потеряли, тут же его потеряли, и где соперник довел, в общем, и розыгрыш своей комбинации до углового, где мы получили, в общем-то, вот этот второй мяч, вот, ну, что касается, там, допустим, первого тайма, ну, не знаю, я не думаю, что, в общем-то, мы, в общем-то, ну, будем так говорить, вальяжно, вальяжно, вальяжно начали игру, как бы, в плане, там, недонастроя, или что, может быть, ну, может, в какой-то степени, там, можно где-то сетовать и на погодные условия, может быть, там, жара повлияла, надо было в какой-то степени, ну, втянуться в игру, разбегаться, разбежаться, вот, наверное, я, как бы, вот это только, может, отрезок связываясь с этим. И что скажете по игре Кузьмина, как-то, в атаке, если мало к нему претензий, игровую передачу отдал, а вот в центре, и тоже потери много, можно сказать, что как-то психологически, как-то дисквалификация, вот это, ну, я, ну, 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 насчет психологического состояния, конечно, мне, ну, не то, что там трудно говорить об этом, все-таки, это в большей степени надо у него спросить, вот, ну, то, что Ну, ну, Макс, как бы, играет, я имею в виду в плане обороны, может быть, не так, не столь эффективно, как он, как, ну, как желательно, будем так говорить, играть, все-таки в средней линии, ну, то, что, как бы, в атаке, то, что, как бы, он это, ну, свой, этот недостаток, он все-таки компенсирует более, более, как бы, такими разумными, нестандартными действиями в атакующих действиях. Отлично, все-таки, Задар лопался уже достаточно из матча в матч, а Бирюкова меняет Орлов. Кажется, извиняюсь, вам виднее, но кажется, что уставший Бирюков даже, ну, будет немножко эффективнее Орлово, потому что за эти матчи никаких таких моментов не убедил. Ну, с одной стороны, понимаете, вот это мы сейчас просто отталкиваемся от последних играх Сереги, а вот, а с другой, стороны, еще раз я говорю, были игры, где он однозначно, в общем-то, я говорю, выходил и добавлял, как бы, и эффективности, и остроты, я говорю, я даже вот сразу вам на вскидку могу сказать, там, игра в Курске, когда он там, в общем-то, имел момент, там, мог забить, там, попал в штангу, вот. Вот, последняя игра, так же, там, на нашем стадионе с Химками, когда, опять же, он вошел, там, я говорю, практически там участвовал во всех, ну, во всех тех моментах, которые мы, как бы, опасных создавали, а вот где-то не хватает, просто ему на данный момент не хватает забитого мяча, чтобы, еще раз я говорю, тот же, тот же Бирюков, будем так говорить, далеко не сразу обрел, будем так говорить, такую стабильность сейчас в игре, как бы, уверенность в своих силах, просто забитые мячи, они придают, еще раз, придают, однозначно, уверенность, и придают, как бы, ну, в этом, в этом плане, как бы, футболистам. Мы будем надеяться, что удача вернется к нам в Калининграде, которая сегодня нас не зашла на стадион. Ну, согласен, футбол, как бы, такая, да, вещь, где-то, я говорю, где-то теряем, где-то находим. Спасибо. Спасибо.